Уважаемый Сергей Книгмедович, уважаемый член правительства, позвольте выразить благодарность за возможность выступить по вопросу эффективного управления природными ресурсами и использования доходов от сырьевого сектора. Хотелось бы отметить своевременность разработки проекта концепции, а также актуальность вопросов, поднимаемых в ней. Вместе с тем, необходимо отметить, что в республике на сегодня прирост запасов по полезным ископаемым в целом и углеводородному сырью в частности значительно отстает от уровня его добычи. Специфика отрасли не позволяет в сжатые сроки осуществлять масштабное увеличение добычи за счет вовлечения в эксплуатацию новых месторождений. Это обусловлено тем, что с момента заключения контракта на разведку до начала пробной эксплуатации проходит как минимум 6-8 лет. При этом в республике наблюдается снижение количества структур, подготовленных к разведочному обудовлению. Почти все существующие структуры – это результат инвестиций в георазведку еще с советского периода, как вы знаете. Текущее финансирование георазведочных работ находится на довольно низком уровне. Полагаем, что доходы от реализации природных ресурсов должны идти на создание необходимой инфраструктуры, а также восполнение минерально-сырьевой базы. Основными альтернативами здесь видится новая индустриализация, а также масштабное финансирование георазведки. Более подробно данные вопросы были изложены и презентованы вам, Сергей Книгмедович, в начале текущего года в национальном докладе Казэнерджа, который мы доработали и надеемся презентовать до конца текущего года. Кроме того, согласно вашему поручению, на стадии подготовки находится проект стратегии развития топливно-энергетического комплекса Казахстана до 2030 года, разработанного Министерством индустрии на основании указанного доклада. Полагаем, что рассматриваемая сегодня концепция вкупе со стратегией развития топливно-энергетического комплекса позволит определить проблематичные и эффективные пути решения имеющихся в отрасли проблем и придать новый импульс развитию казахстанской экономики. Продолжение следует... Продолжение следует...